В администрации района состоялось заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было рассмотрено 4 основных вопроса. Вел мероприятие первый заместитель главы района Руслан Ямыков. О состоянии аварийности на дорогах регионального и муниципального значения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе и в образовательных организациях района, присутствующим доложил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД муниципального образования МВД России Кашихабльский Рустем Гиш. За истекший период на территории Кашихабльского района зарегистрировано 5 отчетных ДТП за аналогичный период 2, при котором 2 человека погибли, аналогичный период 0, ранены 5 человек, аналогичный период 2. В одном случае ДТП водитель транспортного средства находился в состоянии обвинения. Основными видами ДТП являются столкновения транспортных сетей и связи с проедем части города. Анализом аварийности установлено, что уличная дорожная сетя Кашихабльского района не выглядела. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, где отмечены недостатки в содержании уличной дорожной сети. В трех случаях ДТП произошло в пределах населенного пункта. В трех из них недостатком ДС явилось отсутствие тротуара. И в двух случаях отсутствия стационарного освещения. 221 жители Кашихабльского района лишены права управления транспортными сетями. С целью предупреждения и пресечения факторов возникновения ДТП, снижения уровня аварийности, отделом ГИБД МОН-версии Кашихабльских проводится глубокий анализ состояния аварийности. С определением мест концентрации ДТП, времени и характера совершения ДТП. В указанный период организовано и проведено 14 профилактических мероприятий по снижению тяжестых последствий и по профилактике ДТП. Таких как нетрезвый водитель, пешеход, лишенник, должник, автобус, ремень безопасности, детская автогресса. Также мероприятия направлены к предупреждению нарушений, связанных с выездом транспортных средств на встречную полосу, соблюдении правил очередности проезда перекрестков, соблюдении скоростного режима, также по пропаганде использования светражающих элементов в темное время суток. По данному вопросу также выступила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Она проинформировала присутствующих о принимаемых мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района. В прошлые годы этот учебник был начался в образовательных учреждениях района с того, что были изданы приказы, назначены ответственные за организацию работы в данном направлении и соответственно были составлены планы работы в данном направлении в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, а в школах данные вопросы отражены в планах воспитания, в программах воспитания. Во всех образовательных учреждениях имеются уголки и стенды, отражающие работу образовательных учреждений именно по обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности детей, награждения детей на улицах. С педагогами, родителями ведется также определенная работа в данном направлении, в родительских собраниях, на совещаниях, на семинарах, проводятся мастер-классы для учителей, педагогов и так далее. Ведется соответствующая работа и с обучающимися. Проводятся беседы, классные часы, то есть просветительская работа. Наши учащиеся принимают активное участие во всех конкурсах, мероприятиях, которые проводятся в республике. Часто бывает занимают призовые места, в викторийных конкурсах. Практическая отработка правил дорожного движения непосредственно проводится и на улицах. Это и детские сады практикуют, это практикуют и школы. В учреждениях дополнительного образования, в частности в центре дополнительного образования, имеются кружки в данном направлении, безопасное колесо. И наши обучающиеся как на уровне района, так и на уровне республики, активные участники данных соревнований. Затем с докладом о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории муниципального образования Кашхабльский район, и о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на заседании выступил Пшимаф Батышев, генеральный директор АО «Кашхабльский ДРСО». В целях повышения транспортного состояния автодорог акционерным обществом Кашхабльского ДРСО выполняется следующий выбором. Содержание действующей сети автомобильных дорог в следующих направлениях. Уборка различных предметов, мусор с элементов автомобильных дорог. Вырубка кустарника, подлеска вручную, балка деревьев, обрезка, прореживание крон деревьев, ремонт и купление обочин с добавлением нового материала. По этому пункту в первом партере планируется выполнение ямочного ремонта асфортобетонных и черногравийных покрытий с применением мелкозернистых асфортобетонных смесей на площади около 1200 метров квадратных. На искусственных сооружениях выполнены работы по очистке полос безопасности ездового полота, железобетонные оборудования в полном объеме. Также проводятся противопаводные мероприятия по разработке грунта в траншеях, очистке кулькуветов. Эта работа продолжается и на сегодня. Также в соответствии с проектом организации дорожного движения проведена и проводится замена щитков дорожных знаков, установка новых знаков на автомобильной дороге Майков-Георгинская-Псибаев, Геленчугская-Карачаев. Здесь основное после зимнего периода, естественно, состояние автомобильных дорог ужасное, но мы пытаемся, пока погодные условия не позволяют в глобальном масштабе делать ремонтные работы, но хотя бы стараемся большие выборины пока заделывать смесью, которую мы сами делаем, битум и щиток, и оксид. Но это, конечно, временно. Но на сегодня асфальтобетонный завод у нас полностью отремонтирован, готов к работе, но сейчас, если погодные условия немного выправятся, мы начнем уже глобально делать ремонтные работы, имеется в виду частичные, по всей протяженности автомобиля дорог. Далее о проделанной работе по вопросу взыскания штрафов в области безопасности дорожного движения, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения за 2021 год и первый квартал 2022 года участникам заседания сообщила Анна Жилина, начальника Шахабельского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Адыгея. За 12 месяцев 2021 года было возбуждено 4,5 тысячи исполнительных производств на сумму 4,5 миллиона. В аналогичном периоде было возбуждено 3600 исполнительных производств на сумму 4,8 миллиона рублей, из которых по постановлению судебных органов было возбуждено 42 исполнительных производства на сумму 1,2 миллиона рублей. В аналогичном периоде было 55 исполнительных производств на сумму 1,6 миллиона рублей. По постановлениям органов ГИБДД было возбуждено 4,366 исполнительных производств на сумму 3,2 миллиона рублей. В результате принятия мер было окончено и прекращено за истекший период 5,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 5,5 миллионов рублей в аналогичном периоде 3887 исполнительных производств на сумму более 5 миллионов рублей. В том числе по постановлениям судебных органов было окончено 40 исполнительных производств на сумму 1,2 миллиона рублей. По постановлениям органов ГИБДД 5,5 тысяч исполнительных производств на сумму 4,368 миллиона рублей. Фактически на исполнение за истекший период было окончено 4,5 тысяч исполнительных производств на сумму 3,5 миллиона. Из них по постановлениям судебных органов было окончено 23 исполнительных производства на сумму 690 тысяч рублей. В аналогичном периоде было окончено 35 исполнительных производств на сумму 1,5 миллиона рублей. В завершении заседания глава Влечипсинского сельского поселения Каплан Шовгенов и заместитель главы Ходзинского сельского поселения Замеретова-Шагова доложили присутствующим о проводимой с населением работе по недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, лишенными права управления. Завершая работу комиссии, Руслан Ямыков отметил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы число жертв дорожно-транспортных происшествий на дорогах района сократилось.